Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня такой у нас интересный ролик. Мы сегодня затестим два покупных устройства для заточки сверел и одно самодельное. И посмотрим, какой из них будет лучше, стоит ли тратить деньги. Так что все это можно посмотреть в видео. Так что если вам будет интересно, давайте посмотрим ролик. И если вы не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас. А мы будем показывать. Поехали! Покупал я все это на Озоне. Стоит в районе 5 долларов. Вот такое вот первое у нас устройство для заточки сверел. Это на дрель. Так он вот выглядит. Это не реклама, без фирмы, без ничего. То есть вот камень. В комплекте еще один камень. Говорю в районе 5 долларов. Оно вставляется на дрель и вставляется сверла разного диаметра. Второе же у нас устройство на болгарку. Вот такие вот у него колесики. То есть на уши им устанавливается. И третье у нас вот такой вот брусочек. Он уже пользовался им. Можно сделать с любой деревяшки. То есть 50 на 80. Вот такой вот брусочек. Это у нас для гриндера. Ну и давайте тестить с вами по порядку. Взял я три одинаковых сверла восьмерки. Вот чтобы нам их не перепутать, будем прям по одному затачивать и откладывать в сторонку. Первое возьмем мы с вами для шуруповерта. Я уже, конечно, немножко попробовал, протестил. Он оказался для меня более неудобным. Объясняю почему. То есть нужно одной рукой держать шуруповерт. Другой рукой нужно как-то засовывать, умудриться сверло. Вот у нас здесь восьмерочка указана. Выставить угол и держать. Ну давайте попробуем. Так. Переворачиваем. Другую кромку. Так, остудим. Что мы видим? Ну да, он затачивает, но как-то неравномерно, мне кажется. Ну вот, в принципе, кромки одинаковые, расстояние здесь одинаковое. Оставляем его в сторонку. То есть у нас это будет сверло номер один. Второе устройство надевается на уши. То есть здесь разные колечки под размер не подходят. Ну, четыре разных вида. Я вот на себя, для себя подобрал уже. Это, я так понимаю, что кто-то на 3D принтере напечатано. Берем с вами следующее сверлышко. И включаем уши. У меня она с регулировкой оборотов на самом маленьком обороте. Здесь опять же, да, нужно... Вот если я вот так здесь буду держать, то она будет уходить, она не будет прижиматься. Здесь нужно прижимать прям в самом почти в начале. Вот здесь вот. То есть если я его не прижму вот здесь, то она будет убегать. И надо будет заворачивать, доворачивать, чтобы нам заднюю часть, затыловочку сделать. Ну, все равно. То есть если с первым сравнить, здесь немножко... Да, то же самое. Смотрите, прям одинаково получается. Откавовочка, да? Там четко-вчетко. Здесь мы опять же вставляем в заранее пропильное углубление. Выставляем кромочку под 90 градусов. И потом немножко доворачиваем, чтобы сделать также затыловочку. Ну, давайте сравним сейчас, как у нас, где у нас лучше. У нас вот здесь уже видно, что она немножечко ниже. Вот, в общем, три сверла. Так, друзья, мы будем тестить по порядку. Взял вот сталь 10 миллиметров толщиной, поставил станок на минимальные обороты, на 445 в моем случае. Ставим первое сверлышко, которое у нас шло из-под дрели. Звук вверх. 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 как видите конечно просверлил отверстие сейчас уберу всю стружку и посмотрим как насколько она ровная но судя по отверстию она в принципе довольно таки круга но хоть и квадратная результат устраивает переберем служка который у нас было для уши но качество отверстия немножко хуже то есть она здесь мы прям идеально ровненько и внутри здесь задиры всякие всевозможные есть это уже вариант похуже и она мне кажется немножко более овальная вот опять не может казаться персерушку с вами который на самодельном приспособлении гораздо быстрее просверлил само отверстие но вы знаете она вроде ровненько и но есть задиры сейчас мы это более детально рассмотрим то есть смотрите у нас первое отверстие но такое немножко поглажа здесь вот задиров много здесь такое в принципе неплохое отверстие так но в принципе неплохо но давайте посмотрим как назначить 2 миллиметровое сверло вот у нас здесь от двух до пяти миллиметров а первое идет 2 5 до 8 от 8 до 12 половиной давайте попробуем вот как это интересно возможно сделать жертвенное будем жертвовать я вам не могу зафиксировать здесь тарас но нет пальцы прокручивается но в принципе точит так посмотреть давайте попробуем букина сверлить не сверлить чуть-чуть начала зацепилась и все хорошо давайте попробуем на этом приспособлении для болгарки друзья невозможно невозможно на этом вообще на его смотрите как она у меня убегает не могу зафиксировать то есть это прям ужас ужас ну давайте попробуем на нашем самодельном приспособлении кто-то говорил что невозможно 2 миллиметра сейчас попробуем как видите на самодельном 2 миллиметра легко за заточить можно то есть как видим все сверлить дальше сверлить не буду все и так понятно все можно заточить то есть отсюда вывод стоит ли покупать тратить деньги на какие-то приспособления которые но на самом деле восьмерку десятку мне кажется и так можно точить а вот такие маленькие сверлышки на таких приспособлениях уже не заточишь а тем более делается это за пять минут буквально какой-то брусочек ровненький по 90 градусов здесь и здесь 50 отмерил и 80 и запилил все сделал пропильчик и тачи сверла как видели даже двоечку можно заточить но это я опять же показано гриндере на самом деле можно сделать это все и на камни создать попробуем заточить на камне это же сверлышко доведем воду конца и посмотрим как она будет вести о том гриндер то не всех есть а точильниками я думаю большинство ну и у шеем да есть у всех в принципе я думаю это будет достаточно давайте попробуем как она будет будет то есть как видите сверлит на ура причем это дрелью до без упора вот такой у нас ролик интересно получится то есть можно сделать все легко своими руками не покупать не тратить деньги сейчас конечно полетят комментарии от профессионалов такая скажет я там точу там все своими руками без единого да молодцы я тоже умею точить сверла ребят я просто показывал много народу я тоже когда-то не умел делать приспособление учился выдерживать угол и так далее и сейчас ничего такого сверхъестественное показал все продаются приспособления разные какие хочет для заточки сверл просто показал есть ли смысл их покупать когда можно делать со своими руками и хотя бы научиться потом со временем научиться в любом случае если будешь выдерживать угол у тебя рука уже поймет и запомнит то положение как наточить правильно сверло ну хотя бы чтобы она сверлила пускай это может быть неправильно нам а ювелирных точности до сотых там не нужно до тысячных там я не знаю вот мы все-таки домашние мастера дома делаем мастерим и вот и показал я это вам так что если понравился данный выпуск обязательно палец вверх напишите ваше мнение жду обратной связи от вас комментариях вам же всем крепкого крепкого здоровья до новых встреч пока пока